На торжественном открытии юбилейного регионального конкурса присутствовали и победители прошлых лет. Многие из них до сих пор продолжают работать в своих школах. И практически все они считают участие в конкурсе «Учитель года» важной вехой в своем развитии в качестве преподавателя и педагога. Весьма примечательно, что в нынешнем региональном отборочном этапе участвуют в основном молодые учителя. Учитель физкультуры из 2-й Касимовской школы Сергей Певцов выиграл в 2011 году. И тогда он был самым молодым конкурсантом. Как сам говорит, чтобы не ударить в грязь лицом, приходилось стараться. Ну, что дало? В первую очередь, это, конечно, опыт. И что на областном конкурсе и потом участие во всероссийском, в первую очередь, могу сказать, что дал очень большой опыт. Знакомство с интересными людьми. В плане работы, пожалуй, стало работать немножко тяжелее за счет того, что есть определенный уровень уже качества уроков, ниже которого просто уже не опуститься. За право называться «Учителем года» поборются 28 педагогов из всех муниципальных районов региона, преподающих 14 школьных предметов. Шесть участников суперфинала получат премию губернатора Рязанской области, а победитель отправится на всероссийский этап «Учитель года России-2015». Хотелось бы, чтобы на этом конкурсе мы открыли новые имена, чтобы мы увидели тех учителей, которым предстоит развивать образование в Рязанской области в будущем. Пусть в этой жизни мы знаем, что образование важно для всех. Значит, нет ни одной семьи в Рязанской области, которая бы не имела отношения к образованию. И хотелось бы, чтобы образование нашим детям давали хорошие учителя. Надо сказать, что рязанские педагоги неоднократно подтверждали свое высокое мастерство на всероссийском финале конкурса. Они становились лауреатами и призерами заключительного этапа. Двое из них, Зинаида Климентовская и Екатерина Филиппова, удостоены званий «Народный учитель России».